Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зеробой. Наконец-то у нас переселение небольшое и я сейчас буду отлавливать петуха для боев. Естественно бои будут происходить в телеграм канале, как зайти на телеграм-канал или кнопочка на передней странице в ютубе или сзади ссылочка автоматическая, нажимаете и она автоматически перекидывает. Можете скопировать ссылку, вставить, если захотите. Сейчас мы ловим дудо, старший дудо где-то там, где же ты дорогой? Похоже вон там в самом конце в углу. Для того чтобы без проблем заходить в телеграм необходимо там зарегистрироваться. Многие этого, наверное, не понимают. Сейчас надо перейти сюда. Есть, видите, как я быстро это сделал. Пойдем, пойдем. Просто надо фиксировать голову. Ой, как он запутался. Очень хорошее приспособление. Рекомендую такое сделать. Я сам такое сделал. Так, сначала освобождаем ноги. Это у меня из рыбацкой сетки. Такая, как висит на входе прибалтийская рыбацкая сетка. Так, что-то ты не вылазишь. Вот, колечко делается, желательно из плотного материала и петушка держим за ноги. Пойдем, пойдем. Мы просто переезжаем. Так, остальные гулять кто хочет. Потом закрою дверь. Ой, дрожит, дрожит бедняжка. Я так, чтобы его не переворачивать, чтобы не нести за ноги. Подмышку взял и на фоне зелени сделаем обзорчик. Прошу обратить внимание, здесь такие, я их называю тире, черные полоски на хвостовых перьях. Это натуральный цвет. На белом фоне черные полоски. И сейчас этот петушок начал отдавать желтизной. Вначале он был практически белый, почти белый. Такие же тире есть. Я их называю тире. Есть и на крыльях. Вот тут самые красивые перья на пальце. У петухов. Значит, золотистый отлив на крыльях и попона золотистая. А также серо-золотистая. Вот так. Молодец. Сейчас мы будем переселяться. И что мне нравится, это у него бородка в несколько складок идет. Видите, тут 4 складки, 3 складки получается. А гребешок, это первый петух с таким гребешком. Я его назвал параллельный. Вот так, в камеру посмотри, да. Да. Только главное, меня не клюнь. Ему уже 2,5 года. Полностью моя селекция. Так, сейчас я тут закрою. Да, это наш новый дом. Значит, я назвал гребешок параллельный. Это от слова сочетания семья, бога любви. Лель, бог любви, был такой у славян. Отсюда и происхождение слова аист. Лелека. Тот, который приносит детей. Сразу наложил кучку. Подготовимся немножко. Он еще не закончил линьку, поэтому хвост у него такой, сказать, не первый сорт. И куры любят общипывать. Кур много. Они любят общипывать хвосты, особенно у петухов, так как у петухов они намного длиннее. И подозрительно. Вот еще одна кучка. Хорошо ушел. Хорошо. Замечательно. И на груди у него еще осталось пустое место. Я надеюсь, что на бой это особо не повлияет. Повторяю еще раз. Бой будет происходить. Я это выложу в телеграме. Может быть даже не одна серия, а две или три. Я не буду склеивать. Там у меня камера, которая на голове. Она разделяет их, по-моему, по 12 минут или 11 с половиной минут. Где-то так. Так что смотрите. Там будут стоять номера. Все такое. Или, если вы хотите, чтобы именно в ютубе все это происходило, помогите с восстановлением первого канала, где были у меня бои петухов. Там очень много боев. Все красиво, долго, обстоятельно. Я назвал это бои тяжелого веса. Так как есть еще сверхтяжелые. Это те, которые Брама, допустим. Это уже сверхтяжелые. У меня просто тяжелые бои. Еще кучка. Вот это облегчение. Метят территорию. Арсений Селезнет-Зеробой. Заходите в телеграм. Там будут бои. В ютубе не будет, пока не восстановится первый канал. Если вы поможете это сделать, будет прекрасно. А так смотрите в телеграм. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнет-Зеробой в ютубе. Телеграм. Заходите в чат. Телеграм. Там пишите свои соображения. И есть у меня еще инстаграм. Подписывайтесь на канал и смотрите обновления. Пока.